Есть очень интересные и важные новости. Ну, во-первых, беспилотники атакуют Санкт-Петербург, российская Минобороны, об этом ни слова. Так вот, поговорим, куда еще сегодня, в какие важные объекты прилетели маленькие, но гордые украинские беспилотники. Как в России из северокорейского спецназа делают якутов и бурятов, и главное, зачем, и об этом поговорим. Украине дают добро на удары западным оружием, правда, не все. Кто эти смельчаки в сегодняшнем выпуске? Путин придумал очередную детскую отмазку, чтобы прикрыть свой страх и нерешительность. Об этом и о многом другом. Поэтому, если вы впервые на этом канале, обязательно подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропустить следующие выпуски. И давайте разбираться. В Санкт-Петербурге 19 октября был сбит беспилотник, сбит силами противовоздушной обороны, но, написали, угрозы для населения нет, но в статистику этот беспилотник не вошел. Причем сообщают, что в Выборгском и Приморском районах пропало электричество, там около 300-350 домов остались без электричества. В общем, почему в статистику не входит? Причем, я написал своему знакомому, у него там кто-то живет, он подтвердил, да, был взрыв, да еще какой. Ну и вот не хотят, не хотят показать, что накануне важного саммита, когда должны съехаться, ну, по крайней мере, часть руководителей стран, которых Путин пригласил на саммит Брикс, я напомню, что аж в самом Санкт-Петербурге могут случаться взрывы, а вот вам и сюрприз, но и тут взорвалось и взорвалось, но в Брянске все гораздо интереснее случилось. Там российские власти сообщают, что сбили аж целых 13 дронов, но угадайте, что упало и подожгло, сдетонировало, не знаю, там нужно подчеркнуть. Правильно, те самые высокоточные неуловимые обломки опять упали на важный завод, завод Кремний-Л, который входит в группу АО Кремний-Л, завод крайне интересный и важный, потому что он производит микроэлектронику, большое количество контрактов с российским министерством обороны, МПЛС там разрабатывалось и тестировалось, ну в общем, фактически завод монополист по производству диодов, триодов, полупроводников, различных схем, ну вот туда прилетело. Это была пристрелочка, но что самое интересное, реакция, реакция местных, и это вообще всегда очень сильно доставляет. Кстати, завод в 110 километрах от границы с Украиной находится, поэтому прилетит еще как туда, так что ожидайте, как говорится. 1700 человек там работает, я рекомендую, ну, наверное, в ближайшие несколько месяцев подумать, а хотите вы ходить на работу или не хотите. Так вот, губернатор, смотрите, какая реакция у него. Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. Массированная террористическая, запомнили? В настоящее время перехвачено и уничтожено 7 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Это еще было до того, как посчитали, что их 13, то есть массированная террористическая атака из 7 беспилотников. Запишем. А вот 13, когда уже насчитали, это какая-то межгалактическая армада, рой какой-то прилетел или что? Что происходит? Я рад, что спустя определенный период, я не знаю, с чем связано то, что украинские дроны несколько дней не летели по России или летели в небольшом количестве, вот сейчас начинают снова возвращаются, может потеплело, похолодало, знаете, они туда-сюда. Поэтому вот так массированная атака. А Путин же, вообще губернатор, да поется это в последнее время. Массированное, слово нельзя употреблять. Путин же сказал, что ядерку при массированном запуске беспилотников применит. Губернатор, давай отматывай в обратную сторону. Так вот, и давайте-ка мы сразу перепрыгнем на Дальний Восток. Я думаю, многие слышали из вас новость, что Северная Корея предоставляет Путину свои войска, спецназ. Тут уже южнокорейский Йонхаб сообщил, что полторы тысячи солдат из КНДР уже переброшены во Владивосток. Причем сообщили не просто так переброшены там, да, конкретно на чем, конкретно куда. Десантные, четыре десантных корабля, три фрегата Тихоокеанского флота. Переброску осуществляли всего 12 тысяч бойцов планируется. Вот эти первые, они на полигоне Сергеевка Приморского края там опознали уже. Видео появились и опознали те, кто там служил, немножко проболтались и рассказали. А вот МИД Российской Федерации во Владивостоке, оно перепостило вот этот пост южнокорейского Йонхаб и написали страшно, и три вопросительных знака. Вот это имбицильное запугивание, можем повторить там Тагилы, Ры, там мы, вы. Это что, вот объясните, если ты гордишься своей страной, у тебя там есть какие-то достижения, чем ты можешь гордиться, ты какое-то место в истории занимаешь и так далее. Ты чего стартуешь? Быдло ты неумытое, агрессивно, постоянно. Вот вопрос ведь. Нет, можем повторить, мы там сейчас, мы русские, с нами бог там. Ну, то есть, вообще, конечно, дичайше. Мне кажется, вот этот вот старт такой, он и этим стартом прикрывается, во-первых, внутренняя пустота, во-вторых, то, что в принципе, ну давайте-ка правде в глаза посмотрим. На каких машинах, ну я не говорю там про большинство россиян, но какие машины лучше, какими телефонами пользуются, причем все ваше правительство, депутаты. Куда за шмотками, куда на отдых могут позволить себе те, кто зарабатывает в России, а никуда. В Краснодарский край, может быть, или в Сызраньские какие-то там курорты. Куда? Конечно, все стараются, потому что там инфраструктура, комфорт, все включено и так далее. У себя вы при огромнейшем ресурсе такого построить не смогли. Ну, в общем, МИД России, как всегда, отреагировал страшно, страшно. Пишут, что вот этим первым полутора тысячам спецназовцев, они прибыли между 8 и 13 октября, там где-то бегают, тренируются, им уже готовят документы жители Якутии и Бурятии, я, ну, честно говоря, сложно, наверное, ну, разве что, если там как-то сильно загримировать, ну, просто отличить всегда это можно. Начнем с того, что возьмут первого языка, и он заговорит совершенно не на языке жителей Якутии, Бурятии и даже не на русском. Поэтому вот так вот. Значит, первые полторы тысячи это спецназ северокорейский, там такое есть. Периодически Ким Чен Ын, ну, любит он парады посмотреть, он тогда как ребенок какой-то веселится, когда едут ракеты, идут, особенно ему нравятся вот эти коробки женских подразделений, он хлопает в ладоши, радуется, а потом, когда они проходят, он становится грустным и смотрит, кого бы, кого бы казнить. Ну, в общем, полторы тысячи спецназовцев. Вот эти Хон Гильдоны, как кто-то мне правильно в комментариях написал, Хон Гильдон, кстати, у меня периодически в программах пенсионерские флешбеки происходят, экскурс в детство. Хон Гильдон, это фильм, я был, кстати, удивлен, что фильм этот снят был в Северной Корее, но потом я вспомнил, какой это год был и перестал удивляться, потому что были показы фильмов социалистического лагеря, Хон Гильдон, фильм в Северной Корее снятый, про крутого типа, который там был боец, как всегда там какой-то дед седой его тренировал, он супер бойцом стал, всем отомстил и все, всех наказал. Так вот, 80-е годы примерно, у меня особая история с этим фильмом связана. Я когда отдыхал в детском спортивном лагере, мы посмотрели этот фильм, естественно, потом все решили, что обязательно нужно взять туалетную бумагу, написать любые, вот как тебе кажется, иероглиф, там, сила, еще что-то, и вот так обмотать себе здесь, создать какие-то нунчаки из подручных средств, все это сделали и пошли, побежали там, значит, чего-то себе представлять. А я, так сказать, на скорую руку сделал нунчаки, поэтому когда я ими махал, я выбил огромное стекло в тренерском коттедже, за что мне жестко очень влетело. Хороший фильм, Хонгельдон. Так вот, да, раньше же как было, Робин Гуда показали, все побежали из луков стрелять на улицу, там, про ниндзя что-то вышло, из листовой жести что-то сделал. А, сори, это я сейчас очень, очень уйду куда-то. Так вот, 15 тысяч спецназовцев, кто, как, откуда приехали, все известно, даже есть опубликованные снимки, как чуть ли они там не разгружаются. Ну, в общем, и тут подтянулись адекватные люди. Глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер в письме Байдену пишет. Дорогой мой Байден, ну, не так. Использование войск Северной Кореи против Украины должно быть красной линией для США. Ну, куда уж четче. Ведь действительно, тут не просто три ядерных государства воюют против Украины. Причем начинают уже обмениваться войсками. Инструкторами они уже давно обменялись. Я имею в виду Иран, Северная Корея, Россия. Четыре! Лукашенко еще же клубнеликий, мы же про него тоже не забываем. И топливо, и расконсервировал технику, и когда-то, я просто, может, забыли, но когда-то с территории Беларуси прямо самолеты запускали по нам ракеты, когда еще шахедов не было. То есть это вот рядышком совсем. Ну и да, они оттуда зашли, туда же ушли российские войска. Мы это тоже помним. Так вот, глава комитета по разведке правильные вещи говорит. Это не просто красная линия, это запрет, запретович какой-то. Ну а Байден, как вы думаете, как он отреагирует? Ну, представьте, да, там, чувак, просто мне до пенсии, тут уже чуток осталось 5 ноября выборы, ты мне хочешь сейчас какие-то важные решения на меня навесить перед уходом. Не надо уже, подписка на сад-огород, все оформлено, не лезь со своими вопросами. Все, Рамштайн на потом переносим, ждем выборов. Но это же, ну, это же не просто вызов. Это, ну, просто какое-то даже унижение прям, да, со стороны тех, кого унижают. Это садистское удовольствие просто от мазохизм какой-то. Я, кстати, подсел на телеграфное агентство северокорейское. Там транслируются очень важные мысли, естественно, правящий, правящего маршала отца, как называют, Ким Чен Ына. Там не только, там исторические экскурсы и все такое. Я просто, знаете, я, мне даже сложно было представить, что такое можно создать. Я еще застал часть советской пропаганды, какие-то стишки, там, вот эти Ленины, Сталины и прочее. Но то, как это сейчас происходит в Северной Корее, это просто, просто какой-то, знаете, ужасно восхитительный такой момент. Я вам сейчас просто прочитаю новый перл с сайта северокорейского телеграфного агентства. Называется это новость или рассказ «Новая доска для объявлений». Однажды уважаемый Ким Чен Ын посетил построенный кинотеатр, 3D-кинотеатр Рын Ра. Уважаемый генеральный секретарь вошел в кинозал номер 5, где смотрел некоторые 3D-киноматериалы. Когда он их смотрел, он с широкой улыбкой представлял себе счастливый облик народа, который тоже так же, наверное, на самом деле нет, но в его понимании посмотрит эти фильмы. И вот, вот он, значит, самая соль, самая прямо вишенка, абрикосик этого повествования. Потом, перед кинозалом номер 1, он, смотря на боковую стену, входной и выходной двери, сказал, что нужно вывесить доску для объявлений. Руководящие работники глубоко раскаялись. Они не уделили внимания этому вопросу. И еще он дал указание написать большими буквами время работы 3D-кинотеатра Рын Ра. Руководящие работники, еще раз глубоко запечатлевая в сердцах высокий замысел уважаемого генерального секретаря, там, в общем, оказались счастливы. То есть, наверняка вы видели, когда идет кимчанин, какие-то мужики, обвешанные огромным количеством орденов, у них фуражки с каждым годом, по-моему, все больше. Такие тоже в огромных фуражках. Постоянно записывают все. А он все время ходит и тыкает пальцем. Кукурузу, значит, вот так тут, треугольником посадить. Он свои гениальные идеи постоянно продуцирует, и они все это записывают. И здесь событие произошло, которое достойно телеграфного агентства. Он сказал, что нужно расписание повесить. Вот оно как бывает. Я, кстати, рассказывал про северокорейские детские лагеря, как там детишки выходят и с утреца, с шести утра просто натирают статуи великих Ким Чен Ина, Ким Чен Ира, Ким Ир Сена. Такое у них занятие веселое. Да, в России, я думаю, тоже многие бы, особенно дети чиновников, с удовольствием бы этим занялись. Так вот, Ким Чен Ин, этот северокорейский пельминатор просто, он вообще просто выдал последнее предупреждение Южной Кореи. Недавно был найден беспилотник южнокорейский, якобы. И Ким Чен Ин сказал, тем хана, еще раз будет, еще раз что-то из Южной Кореи попадет, это война. Это будет считаться объявлением войны. Так за тобой не смотреть, без беспилотников, или ты там такое начудишь. Просто я даже боюсь представить, что у него там происходит. Кого он там казнит, кого он там милует, что он там придумывает. Кстати, джинсы нельзя синие носить, особенно синие, да вообще никакие нельзя носить, потому что это очень напоминает, это символ Запада. Представляете, нельзя. А вот погулять в выходной день с семьей, вы можете выйти, ну, куда хотите, можно же идти куда хочешь, выходной день, но идите куда хотите, но вас в любой точке могут остановить и проверить отметки, специальная такая карточка, отметки о посещении в этот день, важных мест, статуи, там еще что-то. Вот так вот. Прекрасная страна. Путин, я думаю, просто кайфует. А как бы мне такое? Он уже примерно похожее у себя построил, но думаю, что собирается... Вот Медведев недавно вышел с инициативой «Историю единой России». Вот по аналогии учили же когда-то историю КПСС, историю партии «Единая Россия». Вот уже есть задумка такая. Да, но... Ясное дело, что вот эти войска, которые к Путину прибыли, они же не... Ну, во-первых, полторы тысячи, они особой роли не сыграют. Но это про другое. Это вот про то, что писал Тернер, про красные линии. А давайте посмотрим. Если мы начнем меняться в тупую войсками и говорить, что мы этого не делаем, между клубешника диктаторского, тогда, если это прокатит на полторы тысячи, на десять тысяч, тогда, в принципе, дело сделано и можно двигаться дальше. И тогда мы можем подписать всем клубам вот эти договор о более глубоком сотрудничестве, в том числе военном, как Путин с Северной Кореей подписал, как у Путина в союзном государстве с Беларусью, где он вообще может ядерное оружие применять, если на Беларусь нападают. И тогда все зашибись. Вот он наш НАТО. Вот он наш диктаторский НАТО. Вот оно как бывает. Ну, в общем, принято коллективное решение всем диктаторским клубам создавать эти очаги напряженности. Для чего не хватит сленок у Запада и там ответить, и здесь ответить, и там санкции, туда перебросить, сюда. А если мы создадим дополнительные очаги напряженности, а мы-то в клубе диктаторов работаем как часики, это не они там постоянно друг с другом грызутся в Европе. Это не они, это мы. Ну, дальше идем по новостям. Путин заявил, что не поедет на саммит большой двадцатки в Бразилии в ноябре, который должен пройти. Не поедет, чтобы не срывать это мероприятие. А я просто напомню, что в Бразилии его, по идее, должны были по ордеру Международного уголовного суда под дряблые рученьки-то взять. Но, но плешизавр не так туп. И он, точнее, он крайне труслив. И в данном случае он говорит, я не хочу срывать мероприятие, поэтому я не поеду. Да ты, во-первых, ты должен до Бразилии как-то долететь. Даже если ты вот этого двойника, тройника. Вот кому нужно, кстати, документы выдавать, так это вот этим двойникам-тройникам. Я имею в виду уже в обратную сторону, северокорейские, потому что они уже прям совсем там как-то перестают походить на оригинал. А есть этот оригинал или нет, это тоже отдельная история. Так вот, как ты и Путин туда собрался лететь? Да никак, просто-напросто ты туда не попадешь. Поэтому, конечно же, не хочу сорвать мероприятие. Да я как-то и не хотел, в общем-то. Вот так. Естественно, как говорят французы, ссыкло просто Путин. Так, а вот теперь, друзья, мы подошли к крайне интересному вопросу. Он в большей степени моим подписчикам и зрителям, которые в Европе находятся. Вот так вопрос звучит следующим образом. Зачем вы содрали у себя в Европейском Союзе просто все писсуары? Вот полюбуйтесь. Начал навязывать оно, бесполое или переходящее с одного пола в другой. Посмотрите вон, в этой же Европе. Там уже нет писсуаров в мужских туалетах. Их содрали. В итоге что будет? Содом и Гамора. Мы с вами не хотим этого. Поэтому есть семья, а семья – это союз. Да, да, вы не ошиблись. Это тот самый Володин, который прямо перед этим сказал, что Советский Союз развалился из-за того, что вышел фильм «Интердевочка». Это спикер Государственной Думы. Вот что в мозгах у этих дедов? Знаете, это мне напоминает реально. Вот ничего, никакого эйджизма здесь нет. Сидят почтенные бабули возле подъезда, и, значит, говорят, кто там наркоман, а кто проститутка у них. Вот так они раздают ярлыки. Они не отдупляют ни в каких-то современных трендах, ни в субкультурах, не помнят, вот в нашей молодости мы-то такого да не позволяли, а эти… Они говорят, все неправильно, это вот туда же все к этой Госдуме. А вот эти квадроблеры носятся тут в масках, скачут, куда срамота какая-то. Вот это вот оно, это Госдума, у которой коллективно свистанула фляжа. Прага просто. Поэтому как… Да ладно, чего я спрошу? Как можно спрошить? Как, если мы говорим про Госдуму и про Россию? Там, возможно, все. СНБО, Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщает, что, скорее всего, Россия совершит провокацию на Мозорском НПЗ. Для чего? Ну, понятно, из строя не выведет, но дабы показать, мол, это проклятущая Украина, хочет напасть на Беларусь, поэтому надо Беларусь защищать. А мы вот тут как раз заключили вот этот самый договор. А договор Российской Федерации и Беларуси о гарантиях безопасности будет готов к декабрю. Это сказал директор второго департамента стран СНГ Алексей Полищук. То есть, вот договорчик готов, Украина нападает на Мозорский или там чего-то запускает, и можно что-то там делать. Путин всегда так делает, всегда чужими руками. Но проблема тут с Лукашенко. Он уже не хочет вообще, ему бы забыть, как страшный сон, то, что он начудил в самом начале войны, когда они с Путиным сидели. Еще, кстати, здоровенькие, такие розовощеки, а потом Лукашенко как-то сильно сдал. Так вот, провокация, а дальше, дальше что? Россия ударит из-за Беларуси по, или Беларусь ударит по России, о, по России, простите, по нам. Тогда просто будет снесены все военные объекты, куда достанем. То есть, вот, но, видите, какая штука? Аркан, который насильно втягивает Лукашенко в обострение, он вот потихонечку подтягивается, подтягивается. Есть ощущение неприятное, что в один момент, вот как Избалла, Хамас, Хусид и Иран все хотели на Израиль напасть в один момент, но кто-то фальшстарт сделал, не кто-то, а Хамас. Так вот, точно так же клуб жлобья диктаторского этого, он хочет в один момент сразу же много-много точек напряженности, чтобы Запад просто не успевал реагировать, потому что инерционно, бюрократическая машина, разница мнений, агентура, лоббисты российские и так далее, вот это все должно сработать. И они таким образом хотят, ну, комплексно, каскадный обвал устроить всему этому Западу. Поэтому вот такие дела. Все-таки, так вот, смотрите, какая интересная история. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана будет подписан во время отдельного визита нового президента Ирана Пизышкиана в Москву. А договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности вот к концу года. А договор Северной Кореи и России уже подписан. То есть, они все взвенья уже за рученьки вот так взялись. Вот эти полутораметровые завоеватели, пенсионеры-завоеватели. Ну, Ким Чен Ын, среди них, конечно, выбивается, он такой помоложе. Мамкин ядерный пирожок. Ну и кто там боялся красных линий в Европе? Вот вам пример. Нидерланды дали Украине добро на использование тех F-16, которые уже поставили, включая удары по объектам на территории Российской Федерации. То есть, и сбивать над территорией можно Российской Федерации, и бить можно по территории Российской Федерации. И министр обороны страны Рубен Брекелманс, он, собственно, сказал крайне, он просто базу выдал тем, кто из-за угла в Европе. Что там Путина? Не сильно расстроился, да, что мы поставили Украину. Ну, фух, пронесло в этот раз. Вот этим всем персонажам он выдал базу. Мы доставили нашу первую партию F-16. Сейчас они уже находятся в украинском воздушном пространстве. А мы всегда говорили, что Украина должна придерживаться международного права. А оно не содержит никаких ограничений по расстоянию. Международное право не останавливается на границе за 100 километров от границы или там какие-то 150 километров. Поэтому, если Украине нужно будет бить, сбивать что-то в воздушном пространстве России, вполне, или же удары, например, по аэродромам России. Это также... Ну, в общем, а что тут добавить-то? А, вот еще что можно добавить. Поддержка Украины является в эти дни ключевым приоритетом, а угроза со стороны России растет не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе. Поэтому союзникам нужно приложить усилия по защите не только Украины, но и собственной. Нидерланды. Вот. А что не так? Вот я понимаю, что Шольц, сейчас у него там выборы в следующем году, он вообще включил заднюю тяжелую технику, не дам, Тауруса не дам. Тут Байден еще катается, не знает, как это разрешение заслюнявить, да. По ударам по территории Российской Федерации. Ну вот же вам Нидерланды. Они, конечно, хорошо помнят MH17, конечно, хорошо помнят, но дело не в этом. Дело просто в том, что у кого-то есть, а у кого-то нет. Ну и давайте финишнем такой интересной новостью про криворуких. Там, кстати, часть уже не криворуких, а безруких. Я про Хизбалу сейчас. Хизбалла попыталась атаковать дроном резиденцию премьер-министра Израиля в Кейсаре, Бенемина Нитаньяху, но его, самого Нитаньяху, и его супруги не было дома. Никто не пострадал, сообщили в канцелярии. Значит, про криворукость понятно. Запускать дрон туда, куда, где, не знаешь, есть там кто-то, нет. То есть Израиль чуть иначе работает, да. Мы с вами это видим практически каждый день. Но ситуация и тенденция тревожная. Беспилотники в принципе поменяли вообще весь подход к войне и не только к войне. Есть у меня один знакомый в силовых кругах, скажем так. Так вот он говорит, что уже вовсю практикуются заказные уничтожения с помощью беспилотников. Это не только там, ну это точнее не про Украину, а может про Украину я статистику не знаю. То есть простой способ. Ей не нужен ни снайпер, не кто-то там беспилотничек прилетел, знает окно, хлоп и все. То есть вот эта вот история про безопасность и про то, как беспилотники совершенно иначе заставили взглянуть на систему безопасности, это да. Поэтому Путин так боится летать, ходить. Поэтому он на бронепоезде и Ким Чен Ын, кстати, тоже на броне, он будет несколько дней ехать, но на бронепоезде со своим, у него там свой клозет, у него там машина он с собой возит. Не знаю, еще какие-то там приблуды, но вот так. Поэтому ситуация тревожная, но вот за этот беспилотник сейчас хамасовцам и хизбале сейчас налимонят задницу, очень быстро цахал, поэтому там не заржавеет. тихо, если вы хотите